Помните известную песню? Губит людей не пиво, губит людей вода. Песня может и так, а вот в реальной жизни происходит все наоборот. Стакан воды очищает организм, пиво же становится началом большой беды. Мельной напиток, содержащий полпроцента этилового спирта, долгое время считался слабоалкогольным. Но кажется, в нашей стране спохватились и решили приравнять пиво к жесткому алкоголю. Новый закон вступит в силу уже с 1 июля. Наркологи говорят, как и любой другой алкоголь, пиво может вызывать зависимость, а подсесть на него можно даже быстрее. Потому что мы, наркологи, судим о количестве этилового спирта, который содержится в том или ином алкогольном напитке. И коварство пива как раз таково, что в нем, кроме консервантов, канцерогенов, содержится также много жидкостей и этилового спирта. И человек, выпивая бутылку пива по литру, выпивает столько же этилового спирта, сколько его содержится в 50 мл водки. У нас были наречения пациенты, которые употребляли около 15 литров пива в сутки. Если в связи с этим законом уменьшится его доступность в плане приобретения, закроются где-то киоски, торговые точки. Ведь не секрет, что пиво продается и подросткам, и доступность его в парках, в местах развлечения позволяют молодым людям употреблять его. По словам нарколога, чем позже человек начинает употреблять алкогольные напитки, тем меньше вероятность возникновения опасной зависимости. Ежедневная тяга, прокинуть рюмочку-другую, постепенно увеличение дозы, выпитывая и неспособность снять стресс без хмеля, говорит о необходимости обращения к специалистам. Кстати, норма, эксперты считают способность легко отказываться от напитков с содержанием зеленого змея и употребление небольшого количества алкоголя только по праздникам.